Гадание для весов у меня будет на этот раз, гадание на февраль 2021 года. Прежде чем всё вам рассказывать и доставать для вас карты, я хочу пожелать вам, дорогие мои подписчики, просто зрители, хочу пожелать вам просто счастливого февраля. Хочу пожелать, чтобы вы, когда он закончится, сказали, вот это февраль был, а вот столько раз повезло, так жизнь одарила, прямо вот давно такого месяца не выдавалось. Давайте настроимся на вот такую вот волну, счастливую, лёгкую, но теперь к делу. Всё-таки февраль, конечно, он будет хорошим для всех, но он будет немножко омрачён присутствием того самого пресловутого ретроградного Меркурия. Вы все знаете, наверное, уже, но грех не знать, наверное, сейчас, что трижды в год планета, которая делает за нас выбор каждого дня, Меркурий. Меркурий выбирает, как мы одеваемся, что мы едим, с кем мы дружим и куда ходим на работу. Так вот, Меркурий трижды в год регулярно, никогда не пропустит, да, обращается в такую ретроградную петлю. Так его называют, ретроградный Меркурий. На самом деле, конечно, никуда он назад не движется, и, надеюсь, мы не доживём с вами до того момента, когда Меркурий по-настоящему тронется в обратную сторону, да, не хотелось бы. И это время считается очень проблемным буквально для всего, для любых бытовых, даже житейских каких-то мелочей. Это покупки, это неудачные покупки, это сломанные вещи, это опоздание, это люди, которые не держат слово, это мастерство, которое всех покидает, всё валится из рук, все всё плохо делают. Ретроградный Меркурий как будто бы нас заставляет сделать работу над ошибками, как будто бы заставляет нас, ну, знаете, немножко повернуться назад, вернуться и что-то переписать, переделать, передумать, как-то пересмотреть. Общих каких-то рекомендаций нет, хотя в интернете их, конечно, очень много, да, читали вы? Такие большие списки есть, чего нельзя делать под ретроградным Меркурием. Это, конечно, хорошая история, но я не верю, мне кажется, что у каждого своё место, куда может ударить ретроградный Меркурий. И от всего застраховаться нельзя. Можно быть внимательными, ну, то есть это такие общие рекомендации. Вот 21, нет, простите, так, 30 января включается ретроградный Меркурий, время ретро-Меркурия. До 21 февраля вот это всё продлится три недели по традиции, да. И просто в это время нужно поменьше доверять себе, не спешить удовлетворять свои желания и не спешить удовлетворять отзываться как-то сильно на чужие указания тоже, потому что, ну, все заблуждаются, у всех мозги не на месте. А какие мозги, такие поступки, вы знаете, да? А какие поступки, такая и судьба. У меня для весов такие красивые карты, византийская таро. Никогда я их не использую для гаданий дома, потому что они большие и неудобные. Но именно поэтому я их достала для вас, потому что они большие, потому что на видео их лучше видно. Вот это единственная причина. Хотя, возможно, у меня волшебный ящичек, вот он здесь с картами. Я на этот раз дома. Возможно, еще достанем какую-нибудь колоду. Вот таро цветов приготовила. Давайте сначала с работы, да? Начнем по традиции. Весы и работа в феврале. Должна сказать, что уже несколько дней, хотя чему удивляться, на святки ведь идут. Несколько дней карты пугающие откровенно. И даже в моих гаданиях ежедневных в Инстаграме тоже. Итак, работа для весов. Ну, в общем, неплохо. Ждет вас какая-то новость. Вот здесь карты такие, буквально. Центральная карта – это, получается, паз жезлов. Паз жезлов обозначает новость, известие. Как исключительно хорошее, так и просто хорошее, да? От просто хороших до восхитительных. Какое-то известие вас ждет. Причем здесь масть, это жезлы. То есть деловое такое известие. Деловое предложение, например, от вашего начальника. Сам начальник, вот он, король мечей здесь. Начальник предлагает вам взяться за дополнительную работу, может быть, подработку или за дополнительный проект, на который не нашли более подходящего человека. Это письмо, телеграмма, приказ о назначении на новую должность. Это, опять же, фигура властного лица или властных лиц. То есть вот даже если у вас собственный бизнес, то все равно в феврале готовьтесь к тому, что на вас найдется начальник. Не получится самостоятельно все решать. Это может быть какая-то проверяющая инстанция, какой-то инспектор от налогового до бесконечного, их множество. Все это такие карты бодрые. Они очень соответствуют по масте теме наших вопросов, потому что карты эти тоже про работу. Работа будет спориться. Пас Жезлов еще, знаете, обозначает энтузиазм. Вот ваш энтузиазм к работе. Когда хочется работать, когда вы с радостью и со здоровьей такой злости, что ли, идете утром в офис свой. Ну, несколько смущает, конечно, вот этот вот нулевой аркан. Это карта Дурак. Так, вряд ли здесь, вот в таком окружении, эта карта описывает действительно глупость или какой-то опрометчивый поступок. Скорее, это начало пути. Это может быть командировка или... Даже это не просто командировка. Это может быть перемещение. Вот как может быть. Что вас переместят. Вот эта новость, вот этот начальник. Вас переместят. А возможно, на более высокую должность. А возможно, в какую-то дочернюю компанию. Да, в какой-то дружественной нам стране. То есть, возможен переезд, связанный с работой. Может быть, ваш офис переедет. Ваш офис переедет. Карты в целом, совет дают такой. В феврале весам не нужно бояться перемен на работе. То есть, все, что вам предложат начальство и судьба, все это принимаете, ну, как бы им виднее. Да и вариантов у вас немного. Перемены эти все будут к лучшему, если только вы сможете резко решиться. Дело в том, что в таком наборе карты могут описывать для вас как бы возможность очень хорошо продвинуться в карьере. Но это возможность срочная. Знаете, как начальник мельком на бегу сказал, что должность начальника отдела легкой промышленности тебе. А дальше уже выбежите за начальником и уже продолжаете просить как бы эту должность. Вот. Неплохо. Если вы заняты поисками новой работы, то может появиться у вас новая работа. Но она будет совсем новая. Дело в том, что нулевой аркан вот в таких вопросах, когда мы новое чего-то ждем, он обещает, ну, сверхновое. Знаете, рождение сверхновой звезды. Для вас приход сверхновой работы. Это может быть не просто работа новая. Это может быть смена рода деятельности. Это может быть ваш выход на какой-то участок профессиональный или карьерный, которому вот вы даже не готовы. Но возможности найти новую работу очень и очень и очень хорошие. Поэтому, если это ваша тема, то готовьтесь в феврале. Считается, будем мы, наверное, никак я не могу забыть про этот ретроградный Меркурий. Буду, наверное, его везде вставлять, где надо и не надо. Считается, что любые начинания на ретроградном Меркурии, даже работа новая или бизнес новый, нежелательны. Но, с другой стороны, понимаете, если вот какое-то интересное, выгодное предложение достается вам, ну, вы не можете же настолько гневить судьбу, что вы откажетесь от этого предложения только потому, что на небе ретроградный Меркурий. Поверните все это в другую сторону. Например, под ретроградным Меркурием нам советуют все завершать. Так вы скажите себе, вы назовите это так, это не начало новой работы, а это конец безработицы моей. Видите? Одно и то же событие, но с какой стороны посмотришь, такой смысл и умещается. Куда поворотил, туда и вышло. Деньги. Финансовая сторона. Финансовая сторона жизни. Так. Хватит ли вам денег? Как вы будете дружить или спорить с вашим бюджетом семейным? Так. Денежных перемен особых, может быть, не ожидается. Но карты спешат сказать, что вам на все хватит. А вообще вот эти вот две такие ленивые, придирчивые карты вам выпадают в секторе деньги. В секторе деньги, да. Вам выпадает семерка Пентакли и четверка Кубков. Вот обе эти карты, ну, по отношению к деньгам, описывают такого присыщенного и, в общем, ленивого человека, у которого все сбылось, все денежные и финансовые ожидания. Вот представьте, у вас сбылись. То есть вам вовремя выплатили зарплату, ваш бизнес принес ожидаемые какие-то прибыли. А вы так равнодушно на это смотрите, и вам кажется, что да, могло бы и побольше быть. В общем, знаете, точно у вас не будет дефицита, точно вы будете купаться в роскоши и достатке, но при этом настроенческие карты какие-то. Как будто бы вы говорите, а зачем оно мне все это? У меня так давно все есть, что меня уже ничего не радует, никакой лишний рубль. Нормальные карты, они описывают просто повседневное течение ваших бюджетных дел, без потрясений. Есть какая-то мечта финансовая, либо возникнет новая финансовая у вас затея, но это мечта, то есть это такой финансовый проект, до которого пока тяжело дотянуться. То есть вот то, что у вас есть, вот эти деньги и материальные ресурсы, которые есть сейчас, они вам уже недостаточны, они вас особо не радуют. А вот бы было бы на порядок больше, то вы вон бы что сделали. Ну, вообще карты про изобилие. Они описывают очень спокойную с точки зрения денег, жизнь. Как говорил один популярный персонаж из новейшей истории, деньги были, деньги будут. Знаете, кто так говорил? Теперь про любовь. Любовные дела весов. Настройтесь, если вас интересуют романтические переживания ваши и людей рядом. Даже не знаю, что вам сказать. Не сильно радостные, не сильно оптимистичные. Вот насколько, в общем, легкие карты, хорошие вам выпадают на работу и на деньги, с любовью все сложнее. Но хорошая новость такая. Любовь будет, потому что карты попадают все очень эмоциональные. Ну, будете очень много переживать о любви, но это же значит, что есть о чем переживать. Вот если, то есть стараться что-то хорошее увидеть, понимаете, любовь никогда не бывает без грусти. Но это приятнее, чем грусть без любви. Правда? То есть попадает вам действительно грусть. Бояться будете чего-то. Будете ощущать какую-то свою скованность, несвободу. Вот очень много карт говорят про несвободу. Из трех карт, всего лишь, которые мы здесь достали, у вас две карты. Да, может быть, и даже все три. Они про несвободу. То есть вы не будете ощущать себя свободными. У вас не будет какого-то права, уверенного, собственного выбора в ваших любовных делах. То есть вам придется, во-первых, подчиняться обстоятельствам в любви. То есть как Вселенная распорядится, как Вселенная устроит, так и будет. Так и потечет ваша любовная история. У вас не будет вот этого вот такого права или такой возможности, например, поговорить с вашим избранником, убедить его в чем-то. Все без вашей воли, все без вашего выбора продвигается. Это связано, вот эта несвобода с обстоятельствами. Ну обстоятельства, знаете, которые мешают любви. Это чаще всего разлука, это чья-то занятость. По сути, это тоже разлука. И этому приходится подчиняться. Но это может быть не свобода от третьих лиц. И вот я скажу, я бы хотела здесь заострить, потому что очень плохая вот эта вот восьмерка мечей в отношениях. Она вторжение, интервенцию описывает. Представляете, такую... То есть смотрите, вашу любовную историю могут вмешаться недоброжелатели. И это заставит вас бояться и плакать. И вы не сможете, ну знаете, как оправдаться. Вы не сможете не только вот эту вот свою романтическую историю как-то двигать быстрее в нужном вам русле, но вам придется даже чувствовать вину. не очень хорошая карта, не очень мне нравится. Знаете, советы хочу дать, естественно. Ну, то есть карты дают, советы такие. все-таки разберитесь с окружением. Я уж не говорю про вашего партнера, про того человека, который рядом с вами, хотя это могут быть именно проблемы в паре. то есть один очень сильно давит на другого, буквально вынуждает соглашаться. Вот. А вообще обратите внимание на окружение, на людей, которые вхожи в ваш дом, например, если у вас брак, на друзей, каких-то родственников, которые могут так или иначе влиять на вас. На вас в первую очередь. Вы же весы у нас. На вас же можно влиять легче, чем на других. Вот. Избегайте чужого мнения, особенно какого-то негативного, невежливого. Новые романтические знакомства, наверное, карты тоже так не особо рекомендуют. То есть они, конечно, могут быть. Мы вам не скажем категорического нет, да, они всегда бывают, случаются эти знакомства, их много. Вот. Но тоже смотрите. Могут быть лишние люди, причастные. Вы знаете, как изначально причастные лишние люди. Вы можете встретить какого-то молодого человека, который, например, слишком слушает своих друзей, и вы никогда не станете для него убедительнее и ближе, чем друзья. Вот и так далее. В общем, общая тема про любовь – вмешательство для весы. Вмешательство. кто-то грязными ручонками лезет в вашу частную жизнь. Продолжая тему частной жизни, следующие вопросы про семью, домашние дела. Дом, быт, дом, быт, родственники. Неплохо, неплохо. Дорога есть у вас. Дорога. Перемены дома будут. Вот насколько у вас прям, я допускаю перемены в работе, но и смена дома тоже может быть. Это тоже может перекликаться, правда, если вас отправляют в какую-то долгую командировку куда-то за 3-9 земель, то хотите, не хотите, вам дом придется тоже поменять, да, пока хотя бы временно переехать. То есть самая крупная здесь, карта будет колесница, да, карта колесница, внезапные перемены по судьбе, это ветер перемен, который подхватывает, деваться некуда, смена может быть дома, смена в составе семьи, смена в, ну, знаете, в качестве семейных отношений, кстати, карта может проиграть для вас очень хорошо, может быть, вы съедетесь, это свадьба будет, общий дом у вас образуется, вы, может быть, жили с любимым человеком отдельно, теперь съехались. Некоторое напряжение, тоже карты описывают в домашних делах, но такое здоровое, это задачи, тяжелые, но с которыми вы все-таки можете справиться. и есть все-таки опять, Паш, я думаю, что это новый человек, то есть все перемены в домашних, бытовых, семейных делах, простите, храп, у меня тут человек храпит, а все перемены в домашних делах, вот связаны с одним конкретным человеком, кто-то приедет к вам, ребенок может выросший вернется, или какой-то родственник приедет навеки поселиться, а вообще в целом карты, это все частные случаи я описала, а в целом карты описывают веса, знаете, что, очень хлопот, новость, во-первых, новость потрясающую, так какую-то неизбежную и очень-очень хлопотную, то есть, ну, вас, как бы, небесные трубы позовут в дорогу, призовут, например, к ремонту или мебель менять, опять же, под ретроградным меркурием надо очень аккуратно все делать, вот, и мне пишут в комментариях, я вижу, что не надо гадать на одной колоде-то, это некошерно сейчас считается, давайте на ней несколько колод спрашивайте для нас, поэтому я замешкалась, ну, таро цветов у меня здесь подготовлен, давайте совет вытащим, совет, карты очень оригинальные, вместо героев или каких-то сценок, вот как обычно, вместо символов, здесь на каждой карте просто цветок, но поскольку ассоциативные ряды можно до бесконечности продолжать, название цветов меня последнее время тоже интригует здесь, давайте для весов достанем одну карту, совет, просто совет, что делать или чего не делать, чего от вас сейчас ждут звезды, и вам достается, ну, вообще-то это туз пентаклей, туз пентаклей карта очень-очень ответственная, цветок на всякий случай называется мирта, я не ботаник, вероятно, хотя считаю себя таковым, не знаю, как, что это за цветок, вот, более привычное название какое, ну, написано мирта, да, но вообще совет, туз пентаклей, это хорошо, это очень счастливая такая, жирная карта, но в позиции совета она не так хороша, потому что она очень ответственная, она говорит буквально в самом следующее, что февраль откроет где-то для вас приоткроет воротики в новый мир, вот, в новую жизнь, то есть у вас будет возможность сделать качественный прыжок какой-то в другие заработки, в другой какой-то статус, в другую карьеру, заняться новым делом, то есть это как вот эта вот дверь в коморке Папа Карла за нарисованным очагом, понимаете, мимо этой двери очень легко пройти мимо, потому что не поверили, потому что испугались, а в основном из-за невнимания люди мимо шансов проходят, шанс, карта говорит, вот как золотой Пентакль, вообразите, с неба падает, катится, и вот так вот звенит, звенит, медитативную картинку я вам сейчас задаю такую на февраль, да, вот смотрите, у вас будет очень хорошая возможность, мне кажется, что эта возможность касается работы и финансов, вот с учетом карт, которые сегодня выпадали, и если не будете долго думать, возьмете, и в новую жизнь все-таки вступите, я вам этого очень и очень желаю, ну конечно, только тем, кому старая жизнь не нравится, спасибо и увидимся,